26 февраля, в неделю Сарапустную, перед началом Великого Поста, церковь вспоминает Адамова изгнания из рая. Также этот день называется Прощенное Воскресение. В молитвах и песнопениях воспоминается грехопадение прародителей. Вместе с Адамом мы переживаем тоску о потерянном рае, и где-то в глубине нашего сердца всегда живет плач и томление по небесной радости. Церковь что мы можем вернуть покаянием, подвигам и воздержанием то, что потеряли после грехопадения. Чтобы с чистым сердцем начать Великий Пост, верующие просят прощения друг у друга. Чин прощения происходит на вечернем богослужении в воскресенье. Все монашествующие и миряне просят простить обиды и прегрешения, которыми вольно или невольно оскорбили ближнего. В этот день происходит заговенье на Великий Пост, который продлится 7 недель с 27 февраля по 15 апреля. Поучения о том, как правильно поститься, содержатся в богослужебной книге Типикон. Воздержание в трапезе предполагает полный отказ от мясных и молочных продуктов, от яиц и рыбы и по будням от растительного масла. В первые два дня Великого Поста и в Страстную Пятницу Типикон предписывает полностью воздержаться от пищи. В первую неделю поста в Святогорской Лавре будет совершаться чтение Великого Покаянного Канона преподобного Андрея Критского. Канон читается с понедельника по четверг на вечернем богослужении и его по возможности нужно посещать всем православным христианам. Если нет возможности быть в эти дни в храме, постарайтесь в домашней молитве прочитать труд преподобного Андрея Критского. Это послушание поможет достойно подготовиться к исповеди и причастию Святых Христовых Таин на первой седмице Великого Поста. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова